Хоккеисты Сибири второй год подряд одержали победу в Кубке Рамазана. В минувшую пятницу наша команда обыграла хозяев Металлург 3-1. Подробнее о матче и об итогах предсезонного турнира в нашем следующем сюжете. Еще в первом периоде счет в матче открыл нападающий Сибири Никита Коротков. Вторую шайбу красивым броском отправил ворота Вячеслав Литовченко. Соперники попытались отыграться и на 44-й минуте поразили ворота Харри Сатери, воспользовавшись меньшинством сибиряков. Однако на большее Металлург не хватило. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Антон Ведин. Заблокировал Лит бросок, а это по пустым, но мимо! И это не проброс! Это не проброс Лит красавец какой! Какой красавец! Сибирь набрала 7 очков и заняла первое место в Кубке Рамазана. Из четырех матчей наши хоккеисты проиграли всего один, да и то в серии буллитов нефтехимику, который занял вторую строчку. Металлург на домашнем турнире не смог оправдать надежды и взять 30-й юбилейный кубок и занял лишь третью позицию. Зато для нашей команды победа стала символичной. Главный тренер Сибири Андрей Мартемьянов участвовал в первом Кубке в качестве игрока, а теперь спустя 30 лет победил как тренер. Отметились на Кубке хоккеисты Сибири и личными достижениями. Харри Сатери признан лучшим вратарем мемориала, Никита Коротков лучшим нападающим, а швед Антон Ведин стал лучшим бомбардиром Кубка, набрав 8 очков. Следующим предсезонным испытанием для сибиряков будет Кубок губернатора Челябинской области, который пройдет с 23 по 27 августа. В ходе турнира сибиряки встретятся с автомобилистом, трактором и локомотивом. Кубок губернатора Челябинской области.